В Алдай прошла заключительная стратегическая сессия по развитию Новгородской области. Традиционно участники разделились на пять тематических групп и обсудили возможности развития муниципалитетов. На этот раз звучали предложения для Валдая, Морева, Крестцев и Демянска. День семьи, любви и верности. Правильно. Но мы поймели наглость написать на этих лепестках те проблемы, которые мы все-таки выявили в ходе наших обсуждений. Вот так обычная ромашка превращается в инструмент борьбы за улучшение демографии. А если добавить сертификаты на репродуктивное здоровье и здоровый образ жизни, уверены авторы проекта, непременно появится она, территория мечты. Вот такой он последний кластер с центром в городе Валдай. Руководство района уверено, положение лидера особых привилегий не дает. Это перспектива для всех четырех районов, потому что один район Валдайский, Демянский, мы ничего особо из себя представлять не можем. Если мы будем вместе, нам попроще немножко. Во-первых, вот сейчас те идеи, которые там рождаются в этих группах, понятно, что они консолидированы, и каждый район друг на друга не тянет. То есть мы сейчас думаем, как вместе, как развиваться. Итогом размышлений стали 13 проектов. Затронули кадровый вопрос, предложили пустить высокоскоростную железнодорожную магистраль через город Валдай и вырастить учителей будущего, благодаря неформальному обмену опытом. Особенное внимание к экологии. Нужно растить сознательных граждан, уверяют участники сессии. В этом помогут специализированные классы. Мы хотим видеть человека, уже взрослого человека, который, начиная с детского сада, воспитывался с философией экологичной любви к природе, настоящего отношения к природе бережного, чтобы у него это было, извините за такое слово, в крови. Именно такие люди считают авторы проекта и должны приходить в профессии, связанные с природой. По итогам презентации проект отметил и губернатор Андрей Никитин. Глава региона предложил поучаствовать в конкурсе грантов от фонда Бортника на создание экопатрулей. Не меньше внимания досталось и туризму. Главная проблема здесь, считают специалисты, отсутствие единого межрайонного культурного пространства. Связать его воедино предложили берестяным поясом. Создание интерактивных мастерских на территории районов, создание единого календаря событий, создание туристических однодневных и многодневных маршрутов. У главы регионов встречное предложение попробовать присоединить этот комплекс мероприятий к проекту «Государева дорога». Этот проект будет поддержан на федеральном уровне, и деньги под него какие-то планируются. Может быть, имело бы смысл, учитывая, что и Валда, и Кресцы, и Демянск – это часть «Государевой дороги» уж точно. И как-то попытаться название синтегрировать с большим федеральным проектом. В целом, четвертая и последняя стратегическая сессия завершилась успешно. Что же касается дальнейших шагов, отметил глава региона, то в ближайшее время необходимо оформить выработанные идеи, утвердить их и начать работать. А уже через год снова собраться всем вместе и оценить результаты. И, возможно, успешные проекты будут распространены на всю область. Из Валдайского района Наталья Хмелева, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение.